Железные машины Планета нам подарила свой дом Для созидания и работы Чтоб жили люди тут потом Со счастьем просто без заботы Долой все пороки, сказали пророки Нельзя повторять негатива Уроки, храни вас Господь Люди нашей планеты Поймите, ведь жизнь — это предков заветы Земля — это то, что от них нам досталось Веками по крохам в трудах собиралось Жить нужно людьми, не казаться, а быть Пришло наше время, нельзя все забыть Добрый день, ребята У нас в Москве забыли выключить сковородку Преисподнюю какая-то 30, 33, 35 На солнце гораздо больше В общем, работать, конечно, тяжело И водителям тяжело без кондиционера И даже с кондиционером все равно тяжело От асфальта Нагревается машина, на солнце нагревается В общем, ужасно Давайте сегодня поговорим о том, что Продажи автомобилей, комейского транспорта, легкового транспорта Это та самая среда обитания Которая сильно криминализирована Мало того, что здесь сплошь Финансовые нарушения Неуплата налогов Уход от налогов в больших количествах А в огромных количествах Так здесь еще и бандитизм просветает Сматывание пробега Причем в последнее время это очистилось Очень сильно раньше, если у нас там Три компании отличались Такими продажами, да Со сматыванием пробегов То сейчас это опять вылезает наружу Видимо, продажи встали настолько, что никто ничего не берет Он берет, потому что машины Ну, из-под корпоративных перевозчиков Они представляют из себя жалкое зрелище Ну, кто будет всаживать машину в деньги Если машина пойдет на продажу Ну, зачем это делать, правда ведь? Соответственно, эти автомобили Представляют из себя совсем не то Что они должны из себя представлять И мало того, эти машины продают еще Я считаю, в два раза дороже Чем они, в принципе, этого заслуживают То есть любая 5-7-летняя машина Продается по цене нового автомобиля Когда она была новой Но уже с пробегом больше миллиона Ну и какой смысл Покупать такие машины Отсюда китайский рынок То есть Вот если все учесть вот эти вот самые нюансы То торгаши сами себя Заводят в дебри Из которых не выбраться То есть они сами обрушают рынок Они сами поднимают Я имею ввиду торгаши Это те, кто продают машины А посредники там уже Делал десятый Они накладывают На этот весь процесс, конечно Свою руку, да И имеют свою маржу Но Основные перепродавцы машины Это эксплуатанты Я сейчас про коммерческий транспорт Соответственно Нередко Эти же самые эксплуатанты Дабы получить желаемый результат Финансовый За продажу этого автомобиля Они же сами сматывают пробеги Сами Поэтому У меня был такой пример Я ездил с людьми Выбирал машины А я их знаю Знаю Не первый год И они когда свои продают Они сматывают пробеги в два раза А когда покупают Они сильно злятся Что их все пытаются обмануть Слушайте А никогда не задумывались Над тем Что То, что вы производите На свет Да Энергетические какие-то Всплески Негативы И так далее Они к вам И возвращаются То есть Грубо говоря Вы сами сматываете И попадаете на людей Которые тотально сматывают пробеги Сейчас Участились вообще случаи Каких-то Оформлений документов Я считаю Это неправильно Оформленные документы Потому что машины Иногда на два года старше Продаются Как автомобиль Достаточно молодой И в ПТС Оформлен он Двумя годами Моложе Я вообще не понимаю Как это происходит Причем при том Что По распечатке тахографа По диагностике Видно, что машина Уже полтора года Как эксплуатируется А по документам Она еще на свет Не родилась Я считаю Это не ошибка То есть Я это видел Не один раз За год А раза три-четыре Я считаю Это не ошибка Я считаю Что есть канал Который позволяет Так сделать А раз есть канал Это умышленный сговор Вот этих вот Людей Которые Работают Вне закона Только не надо Мне говорить Что закона нет Все есть Просто надо Вести себя Как люди Как граждане И так далее И тому подобное Так вот Вот эта отрасль По продаже Камейского транспорта Даже легкового транспорта Она сильно криминализирована Все вы наверное Сдавали машину В трейд-ин В автосалон Да, легковую свою И нередко попадаешь В такую ситуацию Когда Вместо того Чтобы оформить машину В трейд-ин На салон Она оформляется На какого-нибудь сотрудника Который работает Просто в салоне А это уже неправильно И таких нарушений масса Лишь бы скрыть Налогооблагаемую базу Покупки грузовых автомобилей Очень много тоже интересного Приезжаете на площадку Площадка заявляет Что мы Легальный автосалон А после выясняется Что все машины Которые они продают У них стоят на хранении Согласно договора О хранении И оказании И оказании услуг По хранению По рекламе И так далее И Даже в ПТС Нет записи Ни одной О том Что они участвовали В продажах Или второй вариант Сразу при вас Оформляется ПТС Где уже Ставят при вас Три-четыре записи И ПТС У вас в глазах Заканчивается Тоже вариант С уходом От налогооблагаемой базы Ну и так далее То есть Эта отрасль Жутко криминализирована Раз все это знают Ну все это знают Да кто покупал машину Продавал машину Практически у всех машины есть Кто занимается Из состава специалистов Ремонтом автомобилей Все знают Что эта отрасль Жутко криминализирована А раз все это знают И ничего не происходит Ситуация не улучшается Значит есть люди Которым выгодно Чтобы она Не улучшалась Государство Это выгодно Нет Государство Нет Получает налоги Так А кому это выгодно Да каким-то таким органам Которые В принципе Наверное Крышуют Вот эти вот Компании Да Или там Участки Работы На территории Которых Находится Эта компания Допустим То есть Это все Сговор В которых Процветает Мошенничество В которых Процветает Вранье И так далее И тому подобное И вот Пока народ То есть Ну вот Государство Да Я так понимаю Это отрасль Она ее кинула На произвол судьбы И никто не собирается Здесь наводить Никаких порядков И пока люди Сами Не пожелают Навести Здесь порядок Наверное Ничего По большей мере Не изменится А для того Чтобы навести порядок Да Нужно все-таки Объединяться Нужно рассказывать Показывать Воздействовать На тех людей Которые там Пытаются Подлогом Документов Или скручиванием Пробегов Продать такие машины Показывать это Что вот Да Видите Вот это вот так происходит Вот это так И так далее Можете считать Что я один из тех Людей Которые про это Все рассказывают И показывают Вот Поэтому К сожалению Наша Отрасль Перевозок Грузоперевозок Она В том числе Тоже сильно Криминализирована Я уже не говорю Про то Что Увод груза В сторону Недоставка Да То есть Доставляются грузы В итоге Грузы исчезают Не выплата денег Перевозчикам Кидалого Такое Причем Кидает Знаете Ни на 100 тысяч Ни на 200 Ни на 300 Бывают Кидают На миллионы И никто Не занимается Раскрытием Этих Преступлений Хотелось бы Обратиться К компетентным Органам Ребята А не пора ли Заняться Вот этой Вот Средой В которой Процветают Вот такие Бандитские Действия Но эти Бандиты Не такие Бандиты Которые Там В 90-х Были Там С оружием Такие Знаете С распальцовками Все дела Нет Это Обыкновенные Недоразвитые Менеджеры С козлиными Бородками Со штанишками В дудочку Ну и так далее Там подобное Это Просто люди Не Не желающие Работать Желающие Получать По максимуму Много И сейчас В то время Как страна Не побоюсь Этого слова Воюет Вот это Мир зота Она пользуется Моментом Что сейчас Все заняты Совершенно Другой темой И Гребет И гребет И гребет Под себя Наверное Пора навести В этой отрасли Порядок Потому что То что сейчас Происходит Это полный Крах Не хватало Еще Довести Это все До убийства Да Хотя В легковом Сегменте Машины Давно Ну допустим Достаточно Премиального Сегмента Исчезают Вместе С владельцами Которые Пытаются Эти машины Продать И опять Таки Да Не первый год Это все Происходит И никто Не собирается Здесь почему-то Разобраться А наверное Пора Да Я вот смотрю За действием Там Русской Дружины Да И я понимаю Что наверное Вот как-то так Надо цивилизованно Решать Эти все Я смотрю Сейчас за действиями Русской Дружины По-моему Они так Называются Они в интернете Много Публикуют Видео О том Что они делают Как они делают И так далее Наверное Как-то так Нужно решать Эти проблемы Опять же Да Давайте Вернемся К перевозчикам У перевозчиков Есть Не один Профсоюз Вот лично Я их знаю Штуки два Но получается Не один Профсоюз Не работает То есть Профсоюз Есть А работы Как таковой Которая Ощутимо Видимо От этих Движений Просто нет Почему Непонятно Да Наверное Потому что Люди Создали Опять-таки Эти профсоюзные Движения Совершенно Для других Целей Для каких Это вопрос Никто Не собирается Решать Проблемы Перевозчиков А проблем Выше крыши Начиная С перегрузами С габаритными рамками С состоянием Дорог И прочее Пятое-десятое С исчезновением Машин Вместе с грузами Или с исчезновением Грузов Проблем Много Масса Но Почему-то Никто не хочет Заниматься Этими проблемами Как и никто Не хочет заниматься Проблемами Рынка Продаж Легковых Грузовых Автомобилей То что сейчас Происходит В нашей отрасли Грузоперевозок То что сейчас Происходит В отрасли Профессионального Ремонта Коммерческого Транспорта То что сейчас Происходит В организации Грузоперевозок Это все говорит О том что Отрасль Идет к краху Порядка 30% Водителей Не хватает На производствах Коммерческого Транспорта И их негде взять Ниоткуда взять Те которые есть Они недостаточно Образованные По одной простой Причине Что права Выдают Сразу Со всеми Категориями Есть знания О автомобильной Технике Нет Но права На все Категории Управления Транспортом Уже есть Нет Технических Сотрудников В ремзонах По одной Простой Причине Что система Профессионально Технической Подготовки Канула В лето С тех пор Как Канула В лето Система ПТУ Нет В управлении Кадров Теми же Самыми Дилерскими Центрами Нет В управлении Кадров Которые Имеют Автомобильное Образование Кто Угодно Там Есть Программисты Телефонисты Одного Даже Хирурга Знаю Не знаю Какое Проверочное Слово Но Тем не менее Нет Профессиональных Кадров Нигде Все это Обусловлено Несколькими Несколькими Вещами Во первых Недостаточная Оплата Квалифицированного Сейчас говорю Труда И места Затыкают Первыми Попавшимися Людьми Раз Во вторых В любой Отрасли Отсутствие Образования В том числе И в нашей Профессионального Образования В управлении Кадрами В техническом Обслуживании Ремонте Автомобильной Техники В эксплуатации Автомобильной Техники Нет Профессиональных Кадров Система Образования Пала Раз и Навсегда Лет Через 10-15 Приблизительно Сейчас говорю Уйдет Поколение Которое Считается Носителями Знаний Потенциальными Носителями Знаний Потому что Они еще Обучались Кто в СССР Кто в постсоветском Пространстве Но обучались Тогда Когда еще Обучение было Качественное Лет через 10-15 Эти люди Уйдут с рынка Труда И все И тогда Вы страну Потеряете По одной простой Причине Вы тогда Потеряете Отрасль Перевозок А Отрасль Перевозок Это Артерия Экономики Не нужно Мне Наверное Вам Объяснять Что такое Экономика Не будет Квалифицированного Перемещения Грузов На Автомобильном Транспорте Экономики Не будет Поэтому Мы идем Семимильными Шагами К Краху И Почему-то Никто Не хочет Посмотреть Правде В глаза